Майские праздники в самом разгаре. В российской премьер-лиге в футболе у нас может появиться новый старый чемпион. На мадридских кортах определяется победитель престижного турнира, а волейбольная мужская суперлига готовится к битве двух столиц. А ведь есть еще и бокс и регби. На предстоящих выходных выбор российских соревнований, как и всегда, достаточно большой. Санкт-Петербургский «Зенит» готовится в очередной раз примерить корону победителя российской премьер-лиги. Но перед этим нам предстоит узнать, заслуживает ли Ростов серебряные медали нашего главного футбольного турнира. В субботу на домашнем красавце-стадионе, находящемся на легендарном левом берегу Дона, команда Карпина встречается с главным задирой этого сезона – воронежским факелом. У воронежцев не все получилось так, как им хотелось перед стартом чемпионата. Но упрекнуть их в отсутствии стремления к победе и спортивной злости мы однозначно не можем. И очень жаль, что такие игры бывают не каждую неделю. Московская «Динамо», тем временем отмечающая свой столетний юбилей, отправится в Подмосковье, где поджидают его химки, ведущие борьбу за выживание в премьер-лиге. Главному тренеру «Химчан» Андрею Талалаеву предстоит решить непростую задачу – как сдержать мощную атаку «Динамо», чтобы порадовать совсем уже приунывших болельщиков подмосковного клуба. В воскресенье на зеленых газонах будет совсем жарко. ЦСКА в Москве встречается с Оренбургом. Профессор Федотов, главный тренер армейской дружины, наверняка припасет пару неприятных сюрпризов для своих гостей. В футболе законы гостеприимства не действуют. Тем временем Краснодар, выдавший не самый лучший сезон в своей истории, играет с крыльями Совета. У самарчан тоже в этом чемпионате все сложилось не лучшим образом, но у обеих команд еще остается время, чтобы показать все свое мастерство. И в этом поединке тоже будет горячо. Если вы надеетесь, что к концу футбольного дня станет чуть попрохладнее, то спешим вас разочаровать, потому что даже прохладный ветер с Финского залива вряд ли сможет потушить огонь сражения на «Газпром-арене». «Зенит» играет со «Спартаком», и к этому сложно что-то добавить, разве что посоветовать болельщикам обоих клубов предусмотрительно запастись валидолом и валерьянкой. В первой лиге свои интриги. Основные претенденты на выход в высший дивизион в очередной раз будут доказывать, что они достойны этой высокой чести. В субботу лидер ФНЛ «Калининградская Балтика» играет с возрождающейся, как феникс из пепла, Кубанию. А «Казанский Рубин» в гостях встречается со второй командой Краснодара. И казанцы, и калининградцы уже практически оформили себе билеты в первый класс. Но нужно еще понять, кто из них и на каком месте будет располагаться. В мужской волейбольной суперлиге состоится третий матч финала. И это тоже будет битва двух столиц. Но немного не та, о которой вы подумали. Московская «Динамо» встречается с «Зенитом» из Казани, столицы Республики Татарстан. Яркая игра, высокие подачи и мощные блоки сильных мужчин могут разбить не одно сердце прекрасных болельщиц воскресным вечером. Еще более брутальное зрелище подарит нам 22-й чемпионат мира по боксу среди любителей в столице Узбекистана Ташкенте. Стартовав 30 апреля, к этим выходным он будет в самом разгаре, добравшись до своего экватора. В боях принимают участие более 650 боксеров из 104 стран мира со всех пяти континентов, в том числе 7 действующих чемпионов мира. Медали разыгрываются в 13 весовых категориях. И предугадать исход поединков не берутся даже самые опытные предсказатели. Для москвичей, поклонников регби, эти выходные также припасли приятные сюрпризы. В субботу на столичном стадионе «Слава» одноименная команда будет принимать грозный «Красный Яр», не раз побеждавший в многочисленных турнирах и соревнованиях. А в воскресенье московские «Динамовцы» в Лужниках будут биться с одним из лидеров чемпионата пензенским локомотивом. Если вы еще ни разу не видели регби или, как его называют, игры настоящих джентльменов, то трибуны Лужниковского стадиона, спортивный городок – самое лучшее место для подобного эксперимента. И в этот момент в Мадриде завершается мужской теннисный турнир серии «Мастерс», который впервые проходит не в недельном, а в 11-дневном формате – с 26 апреля по 7 мая 2023 года. И нам станет известно имя нового чемпиона, что, несомненно, важно в преддверии надвигающегося Ролан Гароса, где в конце мая будут играть самые лучшие теннисисты планеты. Предстоящие выходные, как всегда, дарят нам незабываемые эмоции от интереснейших спортивных поединков и битв. И они будут в любом случае запоминающимися, независимо от того, за какую команду или спортсмена вы болеете.